Актуальная тема Хорошо, можно просто Николай. Мы на самом деле рады, что наконец-то у депутатов появилась обязательная такая тема, как присутствие в регионе хотя бы неделю в месяц. Вообще-то она раньше была. Ну как-то вот редко заезжали к нам депутаты. Может плохо звали? Может плохо звали. Итак, Николай, какие новости? В последний раз вы у нас были в конце декабря, тогда предновогодняя такая была суета. Госдума вышла с каникул и начали активно принимать законы, как обычно это бывает. Самый последний, самый нашумевший для многих это так называемый закон о декриминализации побоев в семье. Как он вообще принимался, этот закон? Да, не только Дума вышла с праздников, но и вся страна вышла с праздников. Ну что-то, как принимался? Обсудили, немножко поспорили, были разные точки зрения, потом приняли консолидированное решение и проголосовали. Практически единогласное решение было принято. Ну, в принципе, да. Ну, это в принципе было логично, потому что на самом деле мы просто привели соответствие с Конституцией и просто созравным смыслом ту правовую коллизию, которая сложилась. Мы просто убрали правовую коллизию. Потому что иначе получалось как, ну, условно говоря, там, мальчик с девочкой, брат с сестрой, родные, там, которому 4-5 лет, ну, подрались, условно говоря, ну, бывает, дети есть дети, поспорили за чего-то. Ну, один другого ударил, поцарапал. За это он, в принципе, мог получить серьезное наказание. И сейчас мы это убрали. То есть, в принципе, ничего скандального в этом законе? Да ничего скандального в этом законе нет. Ладно, хорошо. Не будем тогда о законах, вернемся к нашим проблемам. Вчера, буквально, в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации прошло заседание, где выяснилось, что Улан-Удэ и Бурятия в целом остаются в этом году без очистных сооружений. То есть, без средств к реставрации, без средств на постройку новых сооружений. Вы, как давний борец за экологию, и в том числе по линии УНФ, курировали тему именно очистных сооружений, проблемы этих очистных сооружений. Почему так получилось? Нам все обещали, что будут, да. Я недавний боец за экологию, совсем недавний боец за экологию, поэтому я бы вину на себя за ситуацию с очистными сооружениями не брал. Нет, я же не ставлю вам вину. Надеюсь. Так вот, смотрите, ситуация какова. Уже года износ очистных сооружений Улан-Удэ чрезвычайно высок, 90% минимум, может 95%. Не проводится даже ультрафиолетовое обеззараживание воды. То есть, по сути, в Селингу сейчас летит неочищенная вода с всякими кишечными палочками и прочей гадостью. Страдают жители населенных пунктов, которые живут ниже течения реки Селинга. Очистные были построены в 1975 году, в первую очередь, в вторую и в 1983 году. Изношенные чрезвычайно, мы уже много раз туда выезжали, и в том числе и с съемочной группой вашего канала. Все это показывали. Уже 4 года Москва готова выделить нам деньги на строительство очистных сооружений. 2,6 миллиарда рублей, ну, теперь уже 2,7 миллиарда рублей. Деньги есть, и Москва готова их выделить. Но республика и город никак не могут уже 4 года подряд предоставить проектно-сметную документацию на эти очистные сооружения. Без них, ну, как мы понимаем, деньги не выделяются. А может быть, это потому, что городу просто некогда делать проектно-сметную документацию, потому что они вот там... Ну, юбилея-то да, но сейчас еще есть одна ситуация, связанная как раз с водоканалом, с неким предприятием, скажем так, водоканал с разными юридическими лицами, юридическими формами этого предприятия. Вот сейчас конкретно идет процедура банкротства УАО-водоканал. Существует МУП-водоканал. До этого были еще много форм собственности у водоканала. И вот все вот эти вот 4 года последних, вот какая-то идет такая вот внутренняя борьба. Город лихорадит. Вся проблема, она связана с низким качеством управления городом. Все эти ситуации связаны с банкротством водоканала, с переводом в МУП, с увольнением сотрудников, скандалами, закрытиями лабораторий, которые контролируют качество воды. С ухудшением и постоянным ростом, с ухудшением качества воды, которая идет в кранах, выступает из кранов точнее, с количеством роста аварий на водоканале. Все это связано с плохим качеством управления городом в целом и водоканалом в частности. То есть на самом деле просто здесь проблема, она связана прежде всего с людьми, с человеческим фактором. У нас, мягко говоря, руководство города с своими функциями справляется не самым лучшим образом. Можно было это делать лучше. Хотя проблемы были заложены уже давно. Айдая в свое время пробил эти деньги на очистные сооружения в УАНОД, но потом в силу известных событий это все не случилось. Руководство города уже за последние 4 года поменяло, по-моему, двух исполнителей, которые готовили проектную смену документацию. Сейчас была третья какая-то ушка, которая наконец-то ее сделала. Дай бог, если там нормальная технология, кстати говоря, это еще надо будет проверять. Общественный контроль никто не отменял. Так вот, документацию необходимо было подавать в начале этого года, как минимум в январе. И, кстати говоря, по договору, вот эта ушка, которая готовила документы, она должна была документы отдать в январе. Потому что бюджет России формируется в марте. Уже в мае туда крайне тяжело вносить всякие изменения, различные изменения. Так вот, реально в Министерство строительства документы город передал только в конце ноября, начале декабря. То есть уже на 2017 год опоздали включаться. Конечно, мы сейчас будем пытаться все усилия предпринять для того, чтобы хотя бы 400 миллионов рублей на первую очередь очистных выбить в правительстве России. Именно поэтому вчера эту проблему ставили так остро, для того, чтобы Донской министр природных ресурсов проникся этой проблемой. Именно поэтому вчера общественники, в частности, обречал, так жестко ставил эту ситуацию, для того, чтобы хотя бы первую очередь очистных запустить. Потому что каждый день больше 100 тысяч кубометров летит в плохо очищенных вод, летит в Селингу, а значит напрямую в Байкал. Если не удается в этом году продавить этот проект, внести его в бюджет... Уходим на 2018 год. Это железно мы уходим, и мы прям ждем просто 2018 года, что в 2018 году спокойно эти деньги закладываются в бюджет. Не надо успокаиваться, необходимо будет бороться и за 2018 год тоже. Потому что, учитывая уровень подготовки наших чиновников, которые как-то народом вместе спотыкаются и затягивают вопросы, решения вопросов, причем даже самых актуальных, ну как-то бы хотелось бы, скажем так, эту ситуацию не отпускать и довести ее до логического завершения. Как депутаты мы, конечно, может быть и не все можем, что называется, но по крайней мере будировать общественность, не привлекать внимания общественности для того, чтобы ситуацию не замолчали и так или иначе довели ее до успешного завершения, необходимо. Поймите, у нас вот эти сбои в республике и в городе, они носят системный характер. Ну посмотрите, допустим, вторая школа, помните? Сколько лет? Ну около 5 лет. Четыре года, по-моему, там уже борьба идет, наконец, с грехом полом, что-то сделается, и слава богу, что делается. Но по идее, вот эти работы подготовительные, защита экспертиз и так далее, они вообще-то могли закончиться за полгода. Но как-то вот у наших не получается делать все быстро и качественно. То есть это связано с тем, что нет желания просто большого? Системные сбои, которые связаны с тем, что у нас в городе из-за смены власти, из-за смены команд, ухода некоторых профессионалов, и в целом какой-то демотивированности чиновников, у нас почему-то вот качество управления падает, падает и падает. Посмотрите, что происходит по городу. Количество аварий на сетях водоснабжения, теплоснабжения растет? Растет. Электросети в каком состоянии у нас? Электросети тоже в причине. Износ растет. Вот у вас авария случилась, как бы, да? Это о чем происходит? Плохой контроль. Наши аварии. Это серьезная структура. Если у нас там эта комиссия, руководитель этой комиссии так работает, его управляющая компания так работает, то чего требовать от других управляющих компаний? По идее, Супоня должен быть флагом, иконой работы наших управляющих компаний. Ну, знаете, а теперь любой, глядя на эту ситуацию, скажет, ну, знаете, как управляющая компания работает, представители комитета, там, госсоэта, ну, так и мы работаем. Чего вы нас требуете? По поводу вот нашей аварии, когда мы вот с этим столкнулись, да, собственно говоря, почему мы сейчас сидим в другой студии? Хорошая студия, светлая, простурная. Хорошая студия, светлая. У нас все студии хорошие, да. Непонятно. Но запахи и все остальное, это все еще связано вот с последствиями потопа нашего, стали копать глубже, стали разбираться и обнаружили, что очень у нас запущен именно вот процесс капитального ремонта жилья в городе. В том плане, что даже наш дом с виду, он не очень древний, да, не очень плохой. Какого года постройки? Этот дом примерно 39-40 года постройки, но сам по себе он очень крепкий, да, но при этом инженерные сети, они все давным-давно изношены. У нас в подвале, мы вот наш подвал, да, знаем практически наизусть, знаем, где какие трубы, когда, когда там образовывались дыры, да, когда их латали, как латали, сколько метров трубы этой латали конкретно. Плохой признак, по идее, жильцы не должны знать. По идее, да. Они честно распределяются, нужна прозрачность, поэтому каждый дом теперь имеет право открывать свой специальный счет, и это правильно. То есть, в принципе, жители могут понимать, куда эти деньги идут. То есть, в принципе, реформа, она, конечно, идет, ну, может, буксует, не все сразу получилось хорошо, но она, в принципе, правильная. Необходимо сейчас аккумулировать деньги для того, чтобы они пошли на ремонт ветхого жилья. Ну, вот по поводу того, что можно создавать фонды, можно там в общий котел скидываться, да, это знаем мы, знают, мы как журналисты, да, знают те, кто это все придумал. Но получается так, что при разговоре с жителями нашего города, нашего микрорайона, они просто не задумываются над тем, что такое текущий ремонт, что такое капитальный ремонт, куда вообще нужно сдавать деньги. Ах, вы зря так говорите, мне кажется. У нас жители все более и более грамотные становятся. Да, я не понимаю, жители становятся все более грамотные, но тем... И очень внимательно смотрят платежки, неправильно делают. Но так или иначе, вот существует такая проблема, да, что не знают, что входит в понятие текущего ремонта, да, что можно потребовать с управляющей компанией, да, с того же эталон С Сергея Супони, да, вот авария у нас случилась из-за того, что прохудился стояк, ну, между... Ну, понятно, да, там, в квартире выше, да, вот, то есть, можно ли было требовать замены этого стояка у управляющей компании, либо ждать капитального ремонта, в программе которого наш дом стоит в 2029 году? Нет, замена стояка – это текущий ремонт или капитальный? Ну, вот даже этого люди не знают. На самом деле это текущий ремонт. И тогда какие вопросы-то? То есть, вот есть потребность в текущем ремонте, которая идет за счет тех денег, которые собирает управляющая компания. Ну, здесь, в принципе, как бы жители имеют полное право на контроль работы управляющей компании. И, к сожалению, у нас проблема, в основном, связанная с тем, что у нас процветает зачастую в ряде управляющих компаний коррупция и воровство, откровенно. Жильцы плохо контролируют, особенно говоря, куда деньги идут. Но опять все дома разные, и все управляющие компании разные. Есть управляющие компании, чья работа претензий не вызывает. Но как депутат городского совета, могу вам сказать, ну, бывший депутат, могу вам сказать четко, что в городе есть порядка десяти управляющих компаний, которые работают просто великолепно. Где в подъездах меняются стекла на стеклопакеты, утепляются торцы, я не знаю, там крыши ремонтируются, подвалы и так далее, а теплопотери снижаются. Где остаются общедомовые теплощетчики, в результате у людей реально падает оплата за тепло почти в два раза, где элементарно убирается в подъездах и, ну, зайти приятно, что называется. Это все зависит от того, насколько честна управляющая компания. Но, чтобы человеческий фактор исключить, необходимо, чтобы жители сами требовали, знали, на что они имеют право, и требовали управляющей компании хорошей работы. Вот, опять-таки, как журналист, я минимум трижды сталкивался с вопиющими случаями, когда управляющая компания, возглавляемая Сергеем Супони, причем там они какие-то разные были, эталон С, эталон, эталон С и так далее, как бы, да, там, наверное, еще какой-нибудь С плюс есть, вызывали очень серьезные нарекания со стороны жителей. Управляющая компания у Сергея Супони, Сергея Ивановича Супони, гигантская, но очень часто жители жалуются на подделку протоколов общих собраний. Что является, в общем-то, уголовным делом. И не случайно в отношении нашего уважаемого депутата, как минимум дважды возбуждались уголовные дела. Пусть они были закрыты, но это повод задуматься. И очень большую роль сегодня должны играть сами жильцы. Они должны заставлять работать управляющей компанией, работать хорошо. Для этого, может быть, на округе необходимо, вот конкретно здесь, где обслуживает эталон С, может, уже жильцам надо как-то скоординироваться из нескольких домов, я не знаю, иначе требуется Супони нормальной работы. Не обязательно от него уходить, хотя некоторые дома пытаются уйти от ЛНС, но идет... При этом не отпускают. А попробуй уйди. Там же начинается... Говорят, нам Сергей Иванович сказал, что невыгодно содержать наш дом. Там оплата не очень большая, жильцы не платят. Я знаю дома, где жильцы пытаются уйти от Супони многие годы, но никак не могут уйти, потому что они должны уйти как? С нормально сделанным ремонтом, условно говоря. А если у них там в подвале толком не сделан капитальный ремонт, ну, не капитальный ремонт, а текущий ремонт, им невыгодно уходить. Пусть сначала Супони, они говорят, пусть Супони сделают ремонт, за который мы уже деньги заплатили. Потом мы уйдем, отделимся. И они правы в этом плане. Плюс к этому, зачастую есть проблемы с протоколами собраний. Когда там, условно говоря, смотришь там, элементарно в протоколе стоит фамилия того или иного человека, который проголосовал. Этот человек там не живет, или он умер, или еще кто-то. Или он говорит, да я вообще не знал о том собрании. Протоколы поддельные зачастую. Бывает такое? Бывает. Я минимум на этом округе два случая могу таких привести при желании. Есть дома, которые хотят уйти от Супони, но прям за них руками и ногами держатся. Просто дома хорошие, новые более-менее, с обеспеченными людьми, жильцами. Бывает такое. Понятно. Вы все-таки перейдем к более общим проблемам. Сейчас вы в республике находитесь в рамках недели депутатской. Какие у вас планы на эту неделю? Ну, неделя почти заканчивается. Съезжу в Кабанский район. Мухаршебский район меня, к сожалению, не пустили. Когда предложение поступило от моих помощников в администрацию района, там почему-то сказали, что эпидемия гриппа, весь район болеет, принять не смогут. Заботятся о вас. И ехать вам не советуем. Ну, я, да, воспринял это как знак особой заботы и любви. Я признателен администрации района. Хотя, я, честно говоря, очень хотел поехать в Мухаршебский район и пообщаться с жителями района. Там есть серьезные проблемы, и хотелось бы попытаться их решить. Конечно, мы не волшебники, но нам необходимо входить в сельские районы и пытаться проблемы людей решать. И в том числе необходимо понимать, как их решать. Там есть проблемы, связанные с сельхозпаями. Кстати говоря, сейчас в комитете я возглавил рабочую группу, которая будет заниматься поправками на закон об обороте сельхозяйственных земель. Ну, почему это связано? Знаете, на юге России, там, где земля дорогая, там сейчас эта проблема очень серьезная. А то брошенные земли никак не используются? Нет. Ну, Старопольские, Краснодарские края, там брошенные земли – это редкость. Там земля чрезвычайно дорогая. Там есть попытки стороны крупных землевладельцев, компаний или, знаете, таких ладифунгистов, перехватывать земли, в том числе через договора аренды, у мелких фермеров. И это не есть хорошо. То есть, права людей, там, не говоря, могут быть ищемленные. Знаете, это как напоминает ситуацию в акционерах общества, когда есть миноритария, мажоритария, и интересы миноритариев зачастую страдают. То есть, вот этим законопроектом будем заниматься сейчас очень плотно. И, в принципе, я думаю, уже… То есть, и в Бурятии, в принципе, такая проблема в некоторых районах тоже… В Мухрилевском районе, Тугнуйская долина, там земли хорошие, богатые. Там необходимо с этими поэмами разбираться, чтобы в дальнейшем у нас не было таких же волнений, как на Евгии России происходит. Первое. Второе. Сейчас занимается законом по воде. То есть, в России, к сожалению, очень быстро выходит из… Ну, скажем так, очень быстро мы теряем запасы качественной воды. Те же вот подземные озера. Ну, по сути, смотрите, вот вокруг города Улан-Де построена куча поселков. Откуда они берут воду? Это скважины. Как правило, это скважины. Колодцы, скважины. Как правило, скважины. Ну, условно говоря, там поселок 300 коттеджей стоит. А у нас как делают? 300 домов, значит, 300 скважин пробивают. При этом все пробивают по разным технологиям, пробивают на разную глубину и так далее. В результате соседи зачастую друг у друга… Ну, один пробил скважину на 20 метров, другой на 50. Водоносные слои смешиваются, вода уходит из верхних слоев вниз и так далее. В результате те, кто пробили скважину на 20 метров, они оказываются без воды зачастую. Плюс к этому, это же не хирурическая операция – скважину пробурить. Если бы одна скважина была на весь поселок, условно говоря, ну, вреда большого подземного озера это не нанесет. Но когда там 300 скважин, там что только не попадает вместе с буровыми работами. И грязь, и органика, и, я не знаю, что еще как бы, да. Зачастую поэтому люди жалуются. Вот знаете, скважину… Скважину не жаришь с качества питьевой воды. Качество воды резко падает. Ну, жалуются люди как. Ну, вот мы пробурили, допустим, скважину, у нас вот через год вода замелованная, пить невозможно. А кто виноват? Просто по-варварски зачастую у нас происходят буровые работы. Ну, и плюс к этому… А здесь, я так понимаю, ну, если вы будете этим заниматься, то плодом этой работы будет некий закон. Скорее всего, даже пакет законов. Или пакет законов. И я так думаю, по традиции российской, да, это будет в основном запретительные меры. То есть, будет запрет на бурение скважин, либо там какой-то норматив определенный установят. Возможно, это будет налог на скважину, да, о котором уже давно все говорят. И вот периодически всплывает это. И вот такие вот некие запретительные меры. То есть, опять вот сжиматься. Вообще не факт. Но, с другой стороны, порядок наводить необходимо. Но вы согласны, что лучше одна скважина, чем 300? Ну, в принципе, в этом есть нега. Есть логика. Просто потому, что, условно говоря, люди пробурили 300 скважин. Через 5-10 лет вода испортится. Ну, и куда люди потом будут? Где будут люди воду брать? Скажите. Но так далеко у нас редко кто задумывается. А надо думать. Но при этом это будет очень непопулярное решение, и начнутся волнения. А в чем оно непопулярное? Ну, если запрет на скважины будет введен, налоги на скважины. То есть, те, кто сейчас пользуются скважиной. Для людей это обойдется дешевле. Вот смотрите, лучше и дешевле, когда 300 домов скинутся на одну скважину и пробурят ее, чем каждый будет по своей скважине. Сколько стоит скважина сейчас? Но при этом, я, к сожалению, не знаю, сколько стоит скважина. Ну, смотрите, там цены разные, в зависимости от грунтов и так далее, колеблется. Но в среднем где-то по рынку 3-4 тысячи за метр. А водоносный слой где находится у нас? Ну, порядка трех слоев находится. Ну, метров там, наверное, на 35 надо будет все равно пробуриваться. Около того, да. Ну, перемножьте, сколько один дом заплатит? Но при этом от этой одной скважины потом нужно будет поставить насосы, чтобы все эти 300 домов подключить и проложить систему. А вы когда себе лично скважину пробурите, вы себе будете ставить насосы? Ну, там небольшой насос, а здесь, скорее всего, уже промышленный масштаб. Скважину 300 человек в состоянии это сделать. И плюс протянуть все эти водоснабжения. Получится дешевле в любом случае. Которые нужно еще обслуживать. Смотрите, один дом тратит порядка 70-100 тысяч рублей на скважину персональную, как бы, индивидуальную. Когда идет скважина 300 домов, вот поверьте, все это будет дешевле. И разводка, и скважина, и так далее. Но при этом сети водоснабжения нужно еще будет обслуживать потом. И мы приходим к тому, что небольшой коттеджный поселок. Вы свою скважину не обслуживаете? Ну, обслуживаем по мере необходимых. Обслуживаете. Иногда бывает заелицы и так далее. Это раз. Второе. Еще раз подумайте о будущем. Через 3-5 лет у вас вода испортится. Что вы будете делать? Бурить глубже. Правильно? О будущем, да. Но здесь, к сожалению, остается не так много времени. Думайте о будущем. Вы не боитесь непопулярных решений. Того, что вас посчитают непопулярным политиком. Смотрите. Эти меры направлены в интересах людей. И вот где грань, где они популярны, где они популярны. Если человеку нормально объяснить, для чего это надо. В принципе, любой нормальный человек, он, в общем-то, как бы это понимает. Спасибо большое за беседу. Вам спасибо. Я напоминаю, это была актуальная тема. И в гостях у нас был депутат Государственной Думы 7-го созыва. Николай Будуев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok